Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная служба новости 24. В студии для вас работает Сусана Халилова. Каким запомнился этот день глазами наших корреспондентов? Существенно ужесточена ответственность за несвоевременную оплату газа, а также за самовольное подключение к сетям газоснабжения. Газпром призвал жителей Дагестана погасить имеющуюся задолженность. Современные горянки, какими они должны быть? Мероприятие «Я горянка», «Мусульманка», «Россиянка» прошло в столице республики. Бывший председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмонт в интервью Russia Today призвал Европу к диалогу с Россией. Я всегда считал и настаиваю на том, что Россия европейская страна, и что Европа немыслима без России, как разумеется и Россия без Европы. И история эта подтверждает не только географическая близость, но и наша общая история, которая насчитывает много веков. Мы должны быть союзниками, но некоторые, не знаю, страны или отдельные парламентарии, хотели бы возвращения в прошлое, что мне не нравится, сказал Аграмонт. По его словам, некоторым лицам удобнее вернуться в прошлое, в холодной войне, однако сейчас не то время. Он также отметил, что политика Совета Европы должна заключаться в оказании помощи новым демократиям в деле адаптации к системе, и при этом действовать нужно постепенно, понимая специфику других стран. Газпром призвал всех абонентов потребителей газа погасить имеющуюся задолженность за потребленный газ до начала отопительного сезона. Как сообщается в релизе компании, абоненту с установленными приборами учета газа необходимо своевременно до 25 числа каждого месяца предоставлять показания приборов учета в абонентскую службу по месту жительства, либо указать квитанции оплаты при оплате в кассе. В противном случае, если абонент в установленный договором срок не предоставил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, начисление будет производиться по нормативам потребления топлива, сообщили в пресс-службе предприятия. Поставщик газа также напомнил, что существенно ужесточена ответственность за несвоевременную оплату газа, а также за самовольное подключение к сетям газоснабжения. В Махачкале обсудили проблемы детской неврологии и психиатрии. На конференцию в Дагестан съехались профессора медицины и заслуженные врачи со всей России. Мероприятие приурочили к 25-летию Республиканского центра охраны нервно-психического здоровья детей и подростков. Подробнее Ларьяна Шамхалаева. На текущий момент в Дагестане числится около 100 тысяч детей с заболеваниями нервной системы. Специалисты называют тему лечения и профилактики психических расстройств одной из наиболее острых и актуальных. Лучшие отечественные нейрохирурги, профессора медицинских наук собрались сегодня в Махачкале, чтобы обсудить новые мультидисциплинарные подходы реабилитации таких малышей. По заболеваниям нервной системы у нас эпилепсия, детский церебральный паралич, конечно, превалирует. И, конечно же, перинатальное поражение центральной нервной системы. Это те заболевания, которые возникают внутриутробно, и от них уже идут, они уже проявляются во взрослой жизни. Аутизм можно назвать без стеснения самой загадочной болезнью. Ребенок не желает принимать участие в беседах и не стремиться к общению. Как ни странно, но распространение этот недуг получил с появлением гаджетов и других новинок техники, уверяют специалисты. Я обратил внимание, что, например, уже ребенок, научившись сидеть на горшке, сидит на нем с компьютером. Для ребенка раннего возраста, если в семье есть ребенок раннего возраста, не должно быть никаких телевизоров. Вот, значит, никаких памперсов, кстати, которые облегчают жизнь родителей, в общем-то, но не очень способствуют, так сказать, созреванию ребенка. Вот, и ребенок должен есть руками. В заключительном выступлении спикеры отметили, что доктор должен учиться новому ежедневно. Эскулапы нарекли грамотного детского невролога штучным товаром, пожелав коллегам совершенствоваться и чаще совершать научные открытия. Ларьяна Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Я горянка, мусульманка, россиянка. Под таким названием прошел маджлиз в Доме дружбы. Современные горянки представили театрализованные представления, показ одежды, розыгрыш ювелирного украшения и многое другое. Организаторами культурного мероприятия выступили муфтиат Республики Дагестан совместно с Комитетом по свободе совести, взаимодействуя с религиозными организациями республики. Продолжит Ума Ибрагимова. В душе мольба и песнь горянки усладок поглощает жизнь мою. 16-летняя Айша участвует в сценке, которая демонстрирует быт горянок. Роль девушки была отведена неспроста. Каждому был подобран персонаж по его типажу. Я кручу верютино в этой сценке и хочу показать, чем занимались горянки того времени, на что они тратили свое время. Участники постарались в своих номерах, костюмах и стихах показать традиции и обычаи Дагестана. Где-то маленький ребенок болен, плачет мать. Эй, люди поскорей, вы лекарства отыщите, что ли? Приведите мудрых лекарей. Азэйзэй и Мадина к участию в мероприятии готовились несколько месяцев. Стихи, по их мнению, передают самые искренние чувства и переживания. Я рассказываю стих одной из наших участниц. Она сочинила его и хотела передать образ горянки в наше время. А вот у тебя такой интересный костюм, можешь немного о нем рассказать? Я аварка по национальности. Я надела такой костюм аварской нации, чтобы передать весь дух нашей народности. Зрителям представили также сценки, в которых сравнивался стародавний и современный образ горянок. Ты помнишь ее последние слова? Не, не помню, у меня же не было. Организаторы разыграли приз в серебряный браслет, который получила Герузат Багдаева. Женщина, как и требовалось по правилам конкурса, сразу же угадала название двух часто используемых предметов обихода горянок тех времен. Это прялка и зерночистка. Ну вот, то самое поколение, за которое хотя бы сегодня мы должны держаться. Я поздравляю вас и вручаю этот серебряный браслет. Благодарю. Пусть Всевышний Аллах поможет вам. После показа короткометражного фильма мероприятие завершилось песней «Мама» в исполнении юных артистов. Осенью с голову ты целитель. Люблю тебя, мама моя. Ума Ибрагимова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Для проезда кортежа Нового в Рио главы Дагестана не перекрывает улицы. Жители республики уже успели дать положительную оценку переменам. На записи видно, как утром по проспекту Росо Гамзатов проезжает кортеж Нового в Рио главы Дагестана Владимира Васильева. При этом проезжая часть полностью открыта для движения остальных автомашин. Ветераны вот уже вторую неделю в городских магазинах Махачкалы получают бесплатный хлеб. Благотворительную акцию организовала администрация города. В акции принимает активное участие хлебозавод номер 4 и сеть супермаркетов «Эхнатон». Чтобы получить хлеб, нужно предъявить на кассе один документ – пенсионное удостоверение. Владельцы торговых объектов обязаны убрать выступающий на тротуар ступенья. Специалисты управления по земельным ресурсам провели рейд, в ходе которого были выявлены торговые точки, заграждающие тротуары лестницами. Проверены магазины по улице Дахадаева по проспекту Гамзатова. Рейды теперь будут проходить каждый вторник. Если выявится нарушение, хозяева получат предписание о демонтаже ступеней. На полигоне Адакан в Дагестане построят новое тактическое поле. Строительство планируют завершить к концу 2019 года. Объект будет предназначен для морских пехотинцев Каспийской флотилии. Новый комплекс будет включать в себя тактическое поле для проведения учений с боевой стрельбой, директрису для проведения занятий с выполнением стрельб из вооружения танков, боевых машин. Ну и к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар 57 рублей 26 копеек, евро 67 рублей 36 копеек. Это все новости на этот час. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова